МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"8.30 утра. Температура воздуха минус 22. 50 машин выстрелились в линейку, как на параде. Водители, нет, точнее, пилоты и штурманы собрались вокруг одного авто, на крыше которого выступал человек. Это не митинг, это брифинг, на котором еще раз оглашались условия и уточнялись детали снежного беспредела. Так называются традиционные соревнования, которые вызывают огромный интерес у владельцев внедорожников, любителей погонять по пересеченной местности. -"Мишени белые, а они зеленые. Я все, все точки зеленые и колубики". Минута перед стартом, самое волнительное время. Одни уже готовы ринуться в бой со снегом, сидя в кабинах авто. Иные никак не могут найти места для старта. Наконец, судья дает отмашку. Главный рефери едва уносит ноги, чтобы случайно не оказаться на пути внедорожников, пилоты которых одержимым мыслью выскочить вперед всех. Ведь переедут и не заметят. А в этом году снега выпало все-таки немало, и можно утонуть по колено. Ну, а машины, естественно, садятся на брюхо. У нас совпало наше мероприятие с мероприятием вселенского масштаба. Это с Олимпиадой Сочи 2014. Сегодня первый день в Сочи. Старты биатлона. И мы сделали свой автомобильный биатлон, элемент в качестве мишени в мишени, а в качестве пули у нас выступает машина. Там есть определенные нюансы, чтобы доехать до мишени, сфоткаться и потом уже уходить на обычную гонку, на обычную трассу по ориентированию. То есть мы приурочили это к Олимпиаде. У нас такие же старты. 500 метров до первой цели, дающей приоритет лидерам джип-триала. Кто-то сел на брюхо, не успев проехать и 100 метров, закопавшись в снег. Лишь одному внедорожнику удалось стать лидером. Проскочить быстрее всех к цели. В этот раз организаторы придумали необычное начало состязания. Все машины выстрелили в линейку и по команде рефери ринулись через поле, вот к тому дереву, где были вывешены 6 номеров. И кто первый туда доехал, тот и в дальнейшем имеет преимущество. Ну а как дальше пройдут соревнования, смотрите в программе «Мир увлечений». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть? Чуть-чуть, друг, подержи. Видно же мишень? Мишень не видна. Вот, я в нее попал. Красавчик. Да, но это еще не все. Где-то здесь спрятаны несколько точек. Мы наблюдали, как одни стремительно уезжали от мишеней, а другие экипажи как будто интуитивно чувствовали, что где-то здесь есть цифры на зеленых листках. Зачетные точки, которые необходимо взять. Бывалые и опытные участники знают, на чем выезжать на такие соревнования. Кто на НИБах, кто на УАЗиках. Ну, а вот такие машины называют, как правило, здесь паркетниками. Застрял, закопался порой. Нужно немало времени, чтобы освободиться из снежного плена. Такой ситуации немало зависит от факторов, которые помогают проскочить снежные заносы с минимальной потерей драгоценных минут. Название автомобиля – внедорожник. Не значит, что он везде проедет. К таким автобаталиям железного коня нужно готовить основательно. Как оказалось, что некоторые участники не особо придали значение резине. Вот этот экипаж выехал на гонки практически на лысой резине. Хочу спросить, а как-то вот, кто на чем и кто на какой резине? А вы-то почему вот именно на лысой, можно сказать, резине? Ну, резина не лысая, она липучка. В принципе, для города мне ее хватает. Ну, а для гонок? Для города, я говорю, хватает. Для снега, возможно, да, чтобы были получше. Ну, как бы покупать отдельный комплект резины, раз в год покататься. Все, потому что 90% времени я езжу по городу. Смысла нет. А потом, ну, если машина везде проедет, возьмет все точки, где получится такой кайф, что у вас с друзьями, с лопатами стоишь и откапываешь ее. Дружечно материшь обоих. Дружечно сам материшься. Где ты найдешь такой кайф? Поэтому, как бы, все в меру. А в этот раз экипажу 26 повезло. Понадеялись проскочить к точке по колее. Закопались, но не так глубоко. Не так много потратили времени. Минут 20. Но вот дальше брать точки оказалось проблематично. После летних покатушек, зимние соревнования, чем они отличаются от летних? Ну, здесь совсем специфика, в принципе, другая. Если у нас летом даже пять классов машин участвует, потому что там, как бы, каждая копейка играет роль в машину вложенную, то здесь всего два класса. Это машина либо с лебедками, либо без. Других, как бы, критериев нет. И плюс это снег, это такая субстанция, которую, в принципе, можно разгрести и поехать дальше. Это не как грязь. Поэтому еще это мероприятие, оно больше развлекательного характера. То есть, именно просто людям покататься, размяться, чтобы дома не сидеть. Соревнование тоже такое, вторичное. Именно развлечься, дышать воздухом, собрать вокруг себя людей. И в этот раз это пятое мероприятие «Снежный беспредел». То есть, как бы, тоже такой юбилей, небольшой день рождения, как бы. От точки к точке кто-то еле-еле пробирается к ним, а иные со снежными заносами не церемонятся. Для новичков, севший внедорожник, это напряжение нервов, потеря времени и сил. У бывалых экипажей включается холодный разум, продуманная тактика подхода к завидным цифрам. Если дебютанты «Джип-трофи» выходят на старт элементарно ради участия, то опытные экипажи ставят уже перед собой одну единственную задачу. На что надеетесь вот сейчас? Ну, на победу, естественно, навсегда. А там как получится, что? Нормально, прорвемся, что? А принимаете участие просто ради соревнований или ради победы? Да, ну, ради победы, конечно. Для чего все это делается? Конечно, хотим победить. На твой взгляд, проходимость машины от чего зависит вообще, чтобы, допустим, пройти к точке? Какие-то параметры, критерии технические или критерии, ну, как бы, мастерства пилота? Да, от всего зависит, на самом деле. От подготовки автомобиля, от экипажа, от пилота. Все важно в этом деле. Нету какой-то одной, так сказать, характеристики. Все важно. Экипаж, в первую очередь, слаженный должен быть. И с головой подходить к этому делу. И летом, и зимой есть свои плюсы и минусы. Для многих пилотов лето приоритетнее для гонок, чем зима. Кстати, с весны по осень среди мужских экипажей часто стали встречаться женские составы. Причем, борются они наравне с мужчинами. Большинство начинали в качестве вспомогательной силы. А вот зимой девушек увидеть в снежном беспределе – большая редкость. А чего вдруг решили выехать сюда? Ну, у меня молодой человек, любитель этого всего. Пошелось с ним, дабы с голоду не помер. А вы в качестве помощницы? Да, снимаю, когда они там точки берут. Ну и так. Кормлю их. Тяжело? Да, уже жарко. Жарко? Ну, очень. Вика впервые села во внедорожник в составе экипажа для участия в зимних гонках. Как ощущения? О, неописуемые. Экстрим. 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 Экстрим.